Внедрение и распространение моего учения о спасении и гармоничном развитии Метод создания посредством взаимодействия с физическим телом единого Бога И данный метод подразумевает прежде всего то, что тело единого Бога, именно физическое тело, оно рассмотрено И именно взаимодействие, фактически развитие от физического тела дает создание внешней реальности В связи с этим данный метод подразумевает то, что априори известно, где находится физическое тело единого Бога И данная ситуация связана с тем, что когда мы рассматриваем физическое тело как тело сопоставленное с телом человека Потому как человек создан по образу и подобию Божьему То мы можем однозначно сказать, что тело, вообще говоря, на уровне информации, его известно человеку любому Так как он имеет тело подобное, то значит, естественно, он знает, что Бог так физически устроен Это знание логически понятно, если рассматривать принцип подобия Но если мы рассматриваем принцип устройства души человека и души Бога, единого Бога То принцип подобия здесь распространяется на действия, на событий на управление Если Бог может управлять напрямую и при этом не прикасаясь руками к каждому событию, физическими руками То человек некоторые вещи делает путем соприкосновения То есть строит какие-то объекты информации, машины, как-то себе прокладывает путь за счет физических средств Собственного физического тела И когда мы рассматриваем аналогию с тем, что Бог един и действует везде одновременно То вот этот принцип одновременности действия заложен у человека в мышлении Мысль содержит одновременные действия, которые сопоставимы с действием Бога Где от Бога развивается вся внешняя реальность, от физического тела Бога А у человека, наоборот, вся физическая реальность конструирована в мысли И получается, что познание единого Бога это всего лишь навсего импульс собственного сердца Где видно, как сердце, вообще говоря, выращено и растет, реально создается Богом в каждую секунду Вот это и есть восприятие физического тела Бога на уровне ощущений, интуиции, на уровне чувства И на уровне, вообще говоря, физического тела человека То есть физическое тело человека всегда воспринимает физическое тело Бога Просто для этого нужно выйти на уровень знания, который имеет эту сущность реальности Поэтому здесь получается, что мы считаем, что это известно, потому что я изложил, что это известно по ряду факторов И создание, вообще говоря, реальности, следующей реальности заключается в том, что сопоставление с физическим телом единого Бога Дает конкретный путь развития Ну, например, когда тренируются люди в неком спорте, в любом виде спорта То видеть, как работает тренер, например, сразу ясно, что делать Здесь принцип ясности просто распространен на мышлении Вот почему человек, например, мыслит так или иначе Почему он спит, например, и почему какие-то мысли соответствуют, например, логике событий А какие-то просто как бы мышления и так далее Ставят такие вопросы, что некоторые мысли управляются, то есть там осуществляется намеренное Либо в планах осуществляется, либо управленческие Если человек уже управленец на уровне мыслей То здесь получается, что сопоставление с именно физическим телом единого Бога Состоит именно в том, что на уровне мышления можно достигнуть, вообще говоря, любой реальности И вот этот аппарат, механизм, переданный от физического тела единого Бога Человеку Аппарат управления через мышление И поэтому создание элементов управления, создание реальности Оно таково, что, например, сейчас я делаю, вообще говоря, тему семинаров впервые То есть я впервые закладываю методологию И вообще надо стараться делать в соответствии с текущей информацией Всегда всю управленческую систему ставить И, например, такая информация, что для того, чтобы, например, восстановить Курскую АЭС Там через 10 лет, примерно через 8 лет, может возникнуть проблема Через 10 лет можно сделать так, что проблема, во-первых, не проявится А через 10 она будет совершенно нормальной, эта ситуация То здесь я же работаю, в общем-то, в области мышления, в первую очередь, человек Ну, как что, свойственно, в плане впрочем состоянии, что это как бы мышление человека Так вот, мысль является управляющей, когда она не отличается на духовном восприятии от тела человека Это закон Мысль является управляющей, если вообще никакого отличия И вот, когда дух дифференцирует, например, эту ситуацию как ситуацию управления То он может тело и мысль принимать за одно единое действие Для духа, например, разницы во времени, в пространстве между действием тела и мысли нет И таким образом мы приходим к личностному фактору духа То есть дух как личность То есть если мы говорим о существовании подобных систем Вот, ну, задаем себе просто вопрос такого типа Что если есть подобная система, которая называется, например, подобием одной ситуации Там, другой ситуации Одно событие подобно другому, например, да? Люди каждый день пьют чай Ну, примерно так условно, так сказать, обозначивают какие-то подобные события То получается, что мы чем-то же дифференцируем подобие То есть механизм дифференциации – это духовная система, душа человека, тело и так далее Если тело воспринимает текущую жидкость, ну, там, горячую То здесь получается, что создатель текущей жидкости – это же Бог все равно Мы в изначальном уровне И поэтому, когда мы говорим о том, что пьющий, ну, например, жидкость, идущую, как бы, ну, из природы, да? От Бога, вот, некая внешняя жидкость Он воспринимает Божье управление, которое сейчас присутствует здесь в виде, ну, там, продолжения жизни Человеческая жидкость продолжает жизнь То есть элемент продолжения жизни, как получается, упирается часто в очень тривиальные вещи Это еда, там, питание, ну, и питье, да? Да И получается, что вот эти вот простые ситуации, связанные с тем, что для того, чтобы продолжать жизнь, надо пить нечто, ну, такое простое, как воду, или есть нечто простое То получается, что нить жизни, которая дана от Бога, она содержится, получается, и в простых продуктах И, следовательно, присутствие Бога выражено в ежедневном действии, который, как бы, притягивает, да? Человека к понятию создателями единого Бога, именно его тела, его души И здесь Дух выступает уже следующим уровнем дифференциации Вот почему есть понятие Святого Духа, отделенное от понятия, да, других элементов реальности В том, что Святой Дух, это уже святость, уже объединившая в себе в том числе и тело То есть там есть знания, то есть освященный, он свят, он имеет следующие знания То есть Дух имеет разный уровень развития И в связи с этим, так же, как Личность, если соотносить по подобной системе с Личностью То подобие для Бога, я сейчас говорю несколько усложненную вещь, но надо ее постараться запомнить Вот подобие для Бога, это то, что, значит, содержит в любом виде жизнь То есть жизнь или продолжение жизни, это есть, вообще говоря, подобие Вот, ну, если абстрагироваться просто и логически, то что содержит или способствует, это и есть подобная система Подобная жизнь, да, развивающаяся жизнь И получается, что для Духа, чтобы построить следующий мир, то есть создать реальность Создать, то есть, например, там, воскресить человек Встретиться с воскрешенным, что иногда бывают более длительные процедуры, чем там миллисекундное воскрешение иногда Потому что воскрешение, это момент часто такой, что, ну, как бы, человек просто вошел в дверь и обратно все Там нет вообще никаких преград А потом вот встретиться, это уже социальный аспект Проективное сознание сжалось, что существует оно, да, на понятие биологической смерти Или существуют некие, там, не поправив фатальные системы И вот разжать систему, то есть пролить свет на то, что необычно Вот на это уходит основная работа, как правило И поэтому для того, чтобы строить следующий ряд, надо, прежде всего, строить на фундаментально-логически обоснованных принципах Что сейчас нужно человеку Ну, понятно, что самое целесообразное делать как создатель, Бог единый, то есть жить вечно То есть вечно, это физическое тело И когда я говорил о физическом теле и иного Бога, естественно, подразумевает, что оно вечное Бог, естественно, вечен, поэтому получается элемент вечности, он подразумевает отсутствие биологического разрушения Соответственно, элемент построения идеологический, из которого исходит, ну, как бы логика рассуждения Он совпадает с элементом, вообще говоря, вечного развития и с тем элементом, который существует, вообще говоря, в любом подобном уровне Ведь если рассматривать воду, ну, например, как проекцию мышления человека Например, взял человек и создал элемент воды За счет, ну, способности материализовать То получается, что если он создал воду Зачем ему тогда ее добавить на пить? А почему он не создал себя внутри, да? Вопрос, зачем извини создавать? Он создал для того, чтобы научить кого-то Он может создавать, а взять материализовать Или там, кто-то там засвечивает фотопленки Кто-то материализует какие-то другие элементы Кто развил эту систему управления реальностью Так вот, получается, что внешняя система, внешняя система, это система обучения Ведь когда человек, ну, другого причем, следующего Или в том числе и саморазвитие И когда, значит, воду пьет человек или ест еду Он тем самым, по сути, он приближается Постоянно должен приближаться к понятию единого Бога К понятию задачи Бога То есть любой элемент еды Почему, ну, что там, надо экологию делать нормальную Да, если она искажена, и так далее, и так далее И получается, что любой элемент реальности Где вот есть внешние проявления, как обучающая система Это элемент развития То есть человек живет постоянно в среде, которую необходимо постоянно развивать То есть создавать фактически И поэтому создание реальности во взаимодействии Именно с физическим телом единого Бога Состоит в том, что он осознает себя как личность единую То есть он четко осознает, кто он и в каком месте он находится Любой осознает, где он находится Другой вопрос, что есть место духовное Есть место, ну, там, целевое, да, восприятие человека Есть там пространственное и так далее А единое место, это значит, возле физического тела единого Бога То есть концентрированное место Обычно это бывает, ну, при бывании каких-то сверхзадач Там, быстрых малоносных решениях, там, каких-то действиях Так вот, в сверхбыстрых действиях физическое тело единого Бога находится всегда рядом И тогда возникает вопрос, что когда мы, например, говорим Да, много физических тел, как будто бы должно быть, но оно на самом деле одно Так вот, оно рядом, потому что Бог создал каждого Следовательно, в точке создания он же всегда рядом И получается, что если обстроить следующую реальность таким же образом То питание, казалось бы, да, тривиально простая вещь Питание, питье Это есть приближение точки создания следующего элемента развития То есть мы же рядом пьем, едим там, физическим, да, телом И вот это, значит, повтор ближнего действия фактически По аналогии, по подобию, как Бог создал все возле себе Тем самым мы получаем развитие Логически ясно, ребенок ест, там человек ест, развивается Он какие-то знания получает, вносит в физический мир Но с точки зрения управления, если вот, так сказать, не рассматривать понятие силы тяжести Или каких-то элементов природы, кислорода и так далее Вот Бог здесь в действии присутствует в том, что Он сделал подобную систему Питание или там развитие питания, это элемент создания И когда мы распознаем фактически подобие с действием физического тела Бога С его, в общем-то, фактом просто существования Ведь Бог единый, Он создал все фактом уже своего изначального существования Это более сложная конструкция, определенная уже святостью Духа Почему посвященные, соприкоснувшиеся с духовной святостью, имеют принцип сосуществования с разными реальностями То есть они спокойно, во-первых, могут переноситься в контактах Могут беседовать, получать знания и так далее И для них та реальность, она другая Она как бы надстройка Духа над телом, где тело уже живет в духовной основе То есть оно неразрушаемо, более неразрушаемо, чем выше у них уровень развития И когда, например, ну, предположим, есть элементы, что святые, скажем, нетленные тела и так далее Так вот, уровень просто определенной стадии развития Если стадия развития выше, то, в принципе, тело просто на всего, ну, оно не погибает Но дело в том, что такие тела, по некоторым данным, так называемые нетленные тела У них есть элементы восстановления функций периодически Ну, иногда редко, там, может быть, раз в сто лет То есть как бы некий анабиоз, который соответствует функциональности Ну, в некотором положении тела, ну, там, здравом, да, уровне сознания И когда к нему обращаются, он помогает То есть вопрос все-таки нетленности, вопрос вечности, в общем-то, как элемент, да, некий начальный элемент вечности Это вопрос таков, что если, ну, там, вечность физического тела развития бесконечности Логически, например, вечное физическое тело В бесконечном количестве информации такое тело же может быть везде То есть человек, имеющий вечную жизнь, а что значит единое тело физического Бога За вечное количество лет может просто на все пройти все событийные участки И получается, что, вот я сейчас просто показываю многомерность Как, например, излечить четвертую стадию рака, там, или как воскресить через логический уровень познания А просто элементарно, как бы, экстраполировать, то есть перевести на вечное восприятие То есть что такое вечность? Это вечное количество событий Другой вопрос, что с вечным количеством событий, как бы, как следующий уровень увеличивается, да, событие Так вот, увеличение этого уровня событий, то есть несоответствие, как бы, логической фазе Логически понятно, если количество событий одно и то же, взять и пройти можно Но даже если оно постоянно увеличивается, то в вечности все равно можно пройти, как бы, увеличивающееся количество событий И, ну, такая вот логическая, как бы, некая парадоксальная ситуация, связанная с тем, что измерение физического объема у нас, как бы, одно И оно, вроде бы, сопротивляется, как же так, если количество событий постоянно увеличивается, как можно пройти, как бы, догнать каждое следующее, да Но логическая фаза, опять же, логическая фаза говорит о том, что можно, потому что ведь вечное количество, значит, можно И, получается, как бы, два уровня логического, казалось бы, сопротивления вот этому фронту одной логики и другой Ведь логика происходит от одного человека такая То получается, что мы имеем в точке соединения двух логических фаз ответ, который дает Единый Бог Он это сделал Почему путь Единого Бога, это путь человека в том числе, да То есть он должен идти таким путем Тогда как он это сделал? Он сделал в точке своего создания сразу все И поэтому, когда мы создаем новое, например, да То при данном методе взаимодействия с физическим телом Единого Бога Причем вечного тела физического Единого Бога Здесь элемент создания, это есть практически охват любого элемента Вечности То есть, чтобы что-то создать, надо учесть все события, ну, как бы, в них побывать И когда мы это просто охватываем целью То есть цель, это есть учет всех вечных, в общем-то, и бесконечных конструкций Которые могут быть в будущем, там, или были в прошлом Получается, чтобы сделать одно минимальное движение Мы должны протолкнуть всю событийную структуру мира Да, если считать, что мир жестко завязан с этим Двинуть пальцем, это уже значит закрутить все события мира Плюс-минус бесконечности, если выражаться математическими терминами И получается, что мы фактически делаем подобную работу По созданию элементов реальности, ну, практически еженненько, любым действием То есть в цель заложена система, в том числе, физического действия Физического тела Единого Бога И когда мы эту цель распознаем, то физический Бог перед нами Показывает, как он строит реальность Как построена дорога, как построен магазин Или как построен какой-то продукт питания И если мы начинаем смотреть не на сам магазин Или какой-то, предположим, элемент физической реальности А смотреть дальше, как бы в корень этой системы То мы видим, как физически Бог это строит Значит, если мы... Ну, да, есть, например, строители Мы выходим на то, что строители как-то строят Ну, которые являются людьми Но когда мы строим мысль дальше в плане детализации, углубления Есть там микро-уровень, да, микро-мир и так далее Но если мы подойдем в корне, в ситуации Вот посмотрим именно взглядом физического глаза Единого Бога То мы увидим, прежде всего, самих себя Находящееся в состоянии просто гармонии Причем вечной гармонии, такой я термин веду С внешним миром Где элемент практически, ну, все-таки строится как бы сам собой Ведь в технологии использования скатерти-самобранки Есть принцип спокойствия У нас сначала куда-то положить, да? Иначе, если она где-то завернута, она, в общем-то, не строит И, то есть, элемент спокойствия, элемент созерцания Это и есть первый элемент доступа по адекватным технологиям То есть технологиям, сопоставленным с физическим телом Единого Бога И здесь надо видеть, что в этом случае можно канонизировать Ну, то есть, привести в абсолютную норму любой уровень развития То есть любого человека, любого ребенка Если, ну, там есть какие-то, например, вещи, которые надо восстановить То существует просто канон Канон очень прост Это физическое тело Единого Бога И, посмотрев его физическим взглядом Значит, можно Это не только там построить реальность, да? Некую, там, как я сказал Построение магазина, какого-то здания Это, вообще говоря, и построение человека Вопрос в том, что построение человека отличается тем, что надо смотреть двумя глазами Вот есть, как бы, принцип «смотри в оба», да? В случае, это относится к человеку Когда говорит другой человек Но смотреть в оба, то есть в оба глаза физических Это, если говорить от имени физического Единого Бога Это есть построение человека Потому что, видите, он имеет этот термин, другую интерпретацию Смотреть в оба, смотреть двумя глазами То есть втягивать окружающий мир в себя То есть познавать Бога двумя глазами А познание Бога, оно не отличается от существования Ведь вы, когда смотрите, вы же Ну, от существования всего Потому что, когда вы воспринимаете, все существует В том числе, вы живете, вы познаете Бога и так далее Так вот, признаком существования реальности является Опять смотреть все-таки двумя То есть ясными глазами, именно двумя Потому что их два И лучше смотреть, чтобы полностью осознать картину Хотя видит и один, да, каждый видит глаз Но надо смотреть двумя глазами Тогда мы видим полную картину, реальность Так вот, почему человек устроен Посредством парных органов Они, например, там, как, ну, растения все-таки Там ствол, да, казалось бы, и все Ну, в общем-то, в общей такой популярной схеме Человек смотрит, и ствол берева, и все Там никаких парных систем нет Там есть разветвленные внешние или внутренние корневые системы Так вот, по уровню подобия парная система Это система самопостроения Если мы хотим восстановить, например, левую почку Нам надо просто на всего Смотреть с зрением правой почки Просто войти в систему По аналогии, как делает физическое телогеновый блок Создать Создать через аналогичную систему И получается, что парная система Она, ресурс вечности у нее вообще не заканчивается Если мы, например, ну, смотрим Да, есть парные системы, а есть, как бы, и не парные вроде там Но некоторые системы, которые Там, предположим, печень, да, головной мозг Но дело в том, что они соприкасаются С другими функциями и системами И вот это вот тонкое соприкосновение непарных систем Рождает физическое слово Если мы, например, зададим вопрос Ну, как вообще получить слово Однотипная система, они же существуют Как бы в одной среде, да Вот следующая система, там, одно сердце, да Возникает тонкий уровень, ну, управления Который подразумевает то, что есть нечто другое Нечто следующее, ну, уровень как раз развит Так вот, нечто следующее Это для физического тела человека Это рождение слов Если мы, например, посмотрим здесь Как вообще рождает слово, куда оно направлено И как оно соответствует именно физическому телу Единого Бога То рождение слова, это процесс В общем-то, часто обратный Это процесс познания и сворачивания внешней реальности По отношению к человеку, где человек развивается в сторону знаний Бога Но фактически он одновременно понимает его физическое тело Так вот, если мы рассмотрим процесс так, то мы, в принципе, можем рассмотреть слово как элемент, ну, достаточно многообразный Приложим, есть стол, да Если прочитать, что такое сворачиваемость системы Мы можем прочитать от себя, там, стол, например, но можем, наоборот, там, лот и еще буква S стоит, да Но если мы говорим, да, что такое лот Ну, там, некая такая цифра, да Как бы, если мы закручиваем букву S по кругу То мы можем получить ноль И вот здесь получается лот нулевой То есть нулевое пространство Нулевое пространство То есть мы, как бы, попадаем То есть элементом симметрии является некое, ну, так скажем, нуль пространство Которое содержит в себе стол По первичному действию Я же начал со стола То есть первичное действие было стол Я потом перевел там, лот, вот он закрутил букву S, да И получил нулевое, ну, как бы, так называемое, нуль пространство Где есть вход в любую систему практически И когда мы получаем, значит, ну, как бы, следующее действие Значит, которое, казалось бы, вообще не связано со столом То также надо рассмотреть и действие единого физического тела, единого Бога Именно единого физического тела, единого Бога Где каждое следующее действие может быть не связано логически Отсюда возникает действие Духа Вот для чего Бог создал Дух Ну, казалось бы, есть душа, она может регулировать, в принципе, всегда Но душа находится почти все время в состоянии, в общем-то, действия покоя То есть это состояние созерцания, состояние изначально приближенное было Где идет охват, в общем-то, всего времени сразу И основного количества событий, в разных людей по-разному То Дух, это есть то действие, которое, как бы, конвертирует То есть преобразовывает реальность с точки зрения того Что каждое начальное действие может быть в следующем уровне Оно может, в принципе, другим быть И вот эта вот комбинация событий, когда одно перерастает в другое Говорит о том, что мы можем создавать из любой системы Любую созидательную систему По идеологическому уровню, если распространить это бесконечно То есть ядерный бомб может создать вообще безопасную созидательную вещь Из химического оружия, значит, можно создать совершенно безопасную какую-то нейтральную среду Или в конце концов, там просто табуретку То есть можно создать любой уровень Так вот, когда по уровню полной свободы действия человека Ему предоставлена возможность решать и выбирать, что из чего сделать То ясно, что единый Бог существует, он действительно един Потому что любой другой предмет является средством какого-то начального, часто вообще другого уровня Если брать, продолжим, изоповский язык, то как он строился? Он строился на альтернативных, вообще противложных толка системах Он был понятен И когда мы говорим, что Бог, в принципе, он же на самом деле не скрывает Он открыто явно дает знания То понятие вот этих изоповских промежуточных систем, которые искажают оптику Именно свечение физического тела единого Бога Здесь это фактически то, что человек себе строит сам То есть человек создает себе определенный уровень сложности Чтобы показать, что он контролирует уровень внутренних событий, как правило То есть если приглядеться, вообще говоря, глубже Любое событие так или иначе вытекает из каких-то целевых действий самой личности И вот когда мы говорим о духе человека, как о личностном уровне То есть дух — это личность Просто по уровню подобия То мы раскрываем множество, получается, духовных тайн у самих себя Где тайны потом ближе, оказывается, никакой нет Что то просветленное восприятие какой-то реальности, там, радости Или какой-то чувственный подъем — это просто навсего действия личности духа То есть олицетворенного духа с физическим телом единого Бога Ведь у единого Бога тоже есть дух И он, значит, находится на уровне более высоком, чем, получается, чем святой дух, видимый людьми Вот те, которые, ну, не занимаются там постижением системы макроуправления Так вот, когда мы говорим о задаче спасения всех То внешнее проявление Бога в виде линий жизни, да, питания, цели, реализации И внутреннее проявление жизни Оно совпадает, очень четко фокусируется в системе линз в одну точку В вечного человека, который ясно, что он просто не может быть уничтожен То есть он уже потому спасет, что он вообще-то, по сути, по правильному уровню восприятия мира, он не уничтожен Ведь множество заболеваний излечивается только навсего тем, что человек как бы юстируется И становится в правильную позицию на уровне информации И здесь получается, что вот этот уровень, ну, согласно, камертона, да, юстировки при излечении Это мощнейшая система излечения, на самом деле Это просто навсего восприятие физического тела единого Бога Как правило, восприятие осуществляется через так называемое чувство локтя Вот есть поднятие чувства локтя в коллективе, да, в действии Так вот, чувство локтя, ведь другого человека тоже создал Бог Это есть в том числе божественное чувство То есть когда мы переводим на интерпретацию такую, что внешнее управление, например, да Какое мы имеем от человека, то есть известное нам понятие И просто мы смотрим дальше Ведь человек осознал создать единый Бог То получается это его же проявление То есть когда мы начинаем находить в обычных проявлениях действия единого Бога Причем его физического тела То мы имеем очень много, ну, явлений там, например, встречи со святыми в физических телах Которые периодически приходят в разные места И здесь, это достаточно известно из чудес, да, там, разных религий, концессий И получается, что мы, в принципе, можем делать управление По нормированию, ведь физическое тело единого Бога всегда делает норму событий Только потому, что мы осознаем его присутствие рядом Тогда, как только идет осознание и духом освещает свои события Просто светом дух Мы имеем хорошие, нормальные события и их реализацию Поэтому я предлагаю сделать следующее управление всем То есть в первую очередь нужно сделать таким образом Воспринять, исходя из мною сказанного, физическое тело единого Бога И когда вы уже это восприятие делаете Вы стараетесь освещать, именно светить Просто духом своим, исходящим из физического тела Потому что у единого Бога все исходит из одного уровня Из одного как бы места просто В данном случае это физическое тело Духом освещать свои события Любые, сначала спасение всех, потом ваши события Потом те, кто будет данный материал смотреть, изучать и так далее Вот поэтому старайтесь сейчас работать Я поработаю вместе с вами Работайте по возможности быстрее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Когда вы работаете, воспринимая физическое тело единого Бога Старайтесь вспомнить очень известные вам истории, ситуации Из ваших, может быть, даже прошлых воспоминаний Где вы часто приходили, может быть, не совсем часто в общем цикле Но в некоторых ситуациях это бывает очень часто У него некое узнавание того, что происходит в реальности Ну то есть вы видите некий элемент, который вам знаком И вы видите в нем как бы себя самого, что это есть вы Духовное развитие духа в область внешней реальности Будьте внимательны к этому элементу Это то, что означает соприкосновение То есть Бог единый, он здесь И вы в нем видите себя Ведь он же у вас узло, это как бы ваше отражение Когда вы смотрите на его физическое тело, вы видите создателя А видеть создателя, если смотреть, просто взять и поставить цель Посмотреть на предысторию, как вообще он создавал вас Тогда, получается, вы можете найти элементы, как вы были созданы Ну, естественно, речь идет не о том, что там руками что-то делалось А как ставились мысли, как возле него ставились мысли Где они располагались, почему они располагались, например, так или иначе И когда вы начинаете рассуждать, вы видите, что восстановление человека Как вообще его статус в вечной жизни у нас достаточно просто Все уж на этом надо посмотреть, изучить и просто применить ту же технологию к себе А когда видно физическое тело и мысль с точки зрения духа и физическое тело Это одно и то же, да, то есть управление мышлением и тело для духа Это одна, как бы, консистенция, то есть это один уровень знаний То применяя духовное познание, то есть просто беря информацию над духом Духовное видение, да, ясное видение, духовное именно Оптика духа, она отличается более разреженными формами, более мягкими иногда системами Когда идет познание с физическим телом Бога, дух становится более мягким в восприятии Всегда становится более мягким, потому что мир рождается И когда вы начинаете так воспринимать, то вы видите, что в принципе ничего сложного нет Если это запомнить, основные элементы, то получается, что ни событийная конструкция не может вас затронуть отрицательного типа Не система здоровья Тогда возникает вопрос при постоянном тренинге и упражнениях Почему, например, там что-то удается, да, за какое-то время Но дело в том, что вот почему я и даю задачу сначала спасения всех Потому что Бог создал сначала всех и создал так, чтобы они не были уничтожены То, чтобы делать так, как делает Бог единый, причем в своем физическом теле единым Сначала надо спасти всех Тогда вы будете правильнее и быстрее гораздо идти к своей личной цели Некоторые вещи достижены только таким путем, никаким другим локальным путем Вы не сможете подойти к решению точному И поэтому получается, что значит спасение всех – это обычный функциональный механизм воспроизводства тела То есть в душе где-то существует элемент, который содержит в себе все эти аспекты реальности, о которых я сказал Так вот, аспект реальности, если мы посмотрим ритм сердца Почему сердце находится в ритмических движениях То можно рассуждать, как бы наоборот, в том числе там кровь двигается Вот она и вот, Андрей, она двигает сердце Но есть, это чисто механический уровень рассуждения, который бы говорил о том, что кровь как сопоставимая водная среда Ведь вода есть из ней, мы изучили свои слова, видим, что она двигается И если мы перенесем такой элемент, то так можно восстанавливать кровь То есть если мы восстанавливаем кровь, то можно восстановить тело Но есть другой элемент, сердце движется, потому что его изначально создал Бог таким Именно с такими функциями двигать кровь, да? Так вот, когда мы начинаем смотреть отсюда, мы так можем восстановить сердце Для этого только надо посмотреть, как он его создал вообще Что такое? Вокруг головы физического тела Бога Просто смотреть, где эта мысль, с какой там, например Там, где мозжечок, с левой стороны, потолочная часть Да, вот висит мысль в сердце Посмотрели, сердце восстановили Следовательно, восприятие созерцания даже в мыслях физического тела Дима Бога восстанавливает вас И когда вы можете данное управление к себе применять, то получается только лишь путь к его физическому телу Это есть, кроме мощно-регенеративного восстановления системы, нормирование, но это еще и путь, за которым вы ведете других Вот зачем нужно было физическому Богу создавать людей, например, в таком проявленном варианте Вот зачем, казалось бы, ну он же мог создать фолиевые формы, да? А зачем создавать себе подобных? Так вот, подобных себе создавать, чтобы можно было через визуализацию научить и развить мир Ведь физическое проявление, любое физическое проявление, это развитие Мы можем фиксировать развитие по физическим параметрам И поэтому получается, что если вы делаете физические движения, любые, вы и развиваете Следовательно, по задаче Бога, ваши вечные движения И как только вы попадаете в алгоритм своих вечных движений Но есть понятие автоматического письма Или в боевых условиях делают некие автоматизированные действия Быстрые, по какому-то накатанному алгоритму, как бы не рассуждают люди Но это экстремальная или специальная ситуация Но если мы перейдем к восприятию духа То для духа, с этой точки зрения, опять, я использую дух как диагностическую систему Постоянную здесь Это, кстати, новость, я раньше не использовал И когда мы рассмотрим с этой позиции То получается, что все-таки любое движение человека Это есть, именно когда человек жив, здоров, он нам двигается Это есть выполнение задачи Создателя по вечному развитию мира И вот чем больше людей, чем больше людей, чем больше развивается мир Тем, скажем так, точнее, тем лучше выполнять задачи именно физического тела Единого Бога, просто Бога Души его, да, его изначального уровня, личностного уровня Так вот, получается, что вот это вот выполнение задачи То есть макроразвитие Это Бог приходит к самому себе, получается, в плане действия Так же и человек, когда он должен, развивая технику Он должен приходить к себе То есть он должен быть таким, что должна быть норма его физического тела Должна быть, значит, такая ситуация, что, значит, человек имеет, например, следующий статус Как статус следующего действия Например, вы проговорили какую-то речь И следующий элемент речи Это есть элемент, который создан и вами, и создан внешним управлением Можешь создавать просто внешний управленный пример, да Изучить какой-то язык Управлять, там, например, функциями речи И получать, что, значит, изучение логически Можно просто информацию воспринять и управлять функциями речи, никак не изучая язык А тогда можете говорить на любом иностранном языке Просто конвертировать информацию Поэтому, получается, что внешнее управление И информационное управление для органов физических, вообще-то, это одно и то же То есть присутствие создателя в каждом элементе действия именно физического уровня И ваше собственное интуитивное или, там, внутреннее действие Это, вообще-то, одно и то же Опять для духовной диагностики, но уже в том месте, где дух совпадает с душой Вот есть место, где дух, ну, наверное, точка, да, сцепления Даже не пересечения, где вот, как бы, они, как бы, склеены, вот, ну, с уверения логики сознания Так вот, там, где дух совпадает, то есть, как вот продифференцировать точку склейки То есть надо детализировать, детализировать, уменьшать, как бы, элемент материи до тех пор, где, как бы, дух, да, разъединен с душой Но если мы уменьшать, уменьшать, мы пройдем к единому богу опять И получится, что там, вообще-то, и нет никакой точки склейки То есть это то, что создал бог для реализации его задачи Дух и душа, это целевые системы И, значит, получается, что они имеют совершенно конкретный алгоритм действий Совершенно конкретные задачи, например, задачи спасения всех, да, задачи там всеобщего воскрешения Задачи просто нормального даже развития Потому что для вечной жизни надо создавать условия для нормального развития И получается, когда мы приходим к этим задачам с точки зрения личностной практики Они должны быть понятны всем Если они становятся непонятными, например, то часть людей начинает, ну, как бы, несоответственно развиваться И поэтому для единого бога нужно быть понятным для всех А чтобы быть понятным для всех, он должен создать универсальные механизмы Которые в бесконечно развивающем мире должны быть одни и те же Так вот, таким универсальным уровнем является физическое тело опять человека И, следовательно, физическое тело, тем более должно быть вечным по задачам уже логической самого человека Когда он понял такой статус своего развития И поэтому тогда становится понятным, почему там святые приходят в нужные места при физических телах Потому что для них вот этот уровень, он понят, например, в земной жизни, да И когда они это поняли, то они могут приходить куда угодно У них понятия физической смерти в принципе уже нет Логически уже нет И когда человек логически к этому приходит, он, получается, неучтожим вообще-то и логически Вот, например, логика может быть разная На поле боя человек четко убежден, что его ничего не возьмет Это действительно там, он в случае во время Великой Отечественной войны ко мне приходил человек Значит, показывал там известный, кстати, кинорежиссер Например, была статья в 43-м году, называется 57 бессмертных При очень большом шквальном огне они вообще никто из них не играл на Курской дуге То есть, получается, что там просто была своеобразная такая аура Где, в общем-то, причем даже там были как бы такие случаи, что бросались на эти золоты Доты просто их не убивали Это ситуация, причем она документальная Она связана с тем, что был определенный уровень, что они в какой-то момент это осознали И если вот осознание как бы этого элемента Оно может быть случайно, например, по каким-то причинам, казалось бы, при осколках Осколок не попал, он подумал, значит, что в чем-то защищен, да? Защен он Богом реально Он это понял, что именно Богом и как бы сфера организма, которая не позволяет уничтожить И, в общем-то, ситуация здесь в чем? Вот логическое, что как только человек осознает хотя бы для себя Потому что он сначала один И если он может распространить на другого, то это и есть божественное, как разница То есть, знания, спасения должны быть передаваемы Они не должны быть, например, где-то в чем-то непонят другим Поэтому переход к другим системам, к другим людям Вообще другие реальности, на другие территории Это уровень, где Бог проявляется в плане, ну, разного уровня его развития То есть, если мы имеем у другого уровня, ну, другие задачи, да? И другое развитие То соприкосновение с тем, кто занимается темой спасения Должно быть таким, вот просто как постановочная часть Причем от Бога Что здесь, значит, человек должен потом уже постоянно заниматься спасением всех Вот как достичь этой задачи с точки зрения логики Логический это момент Каждый находится на этой планете И заинтересован, чтобы не быть уничтожен Но существуют там психологические системы, личностные Где возникает там, не то что противоречие Может быть, как раз таки То, что информация не передается там каким-то причинам Тем или иным Ну, что ли, с нужной, что ли, скоростью Или с нужным уровнем открытости Тогда возникает элемент, ну, некие диспропорции И так далее Так вот, решение этого вопроса Связано с тем, что в едином теле физическом Причем теле единого Бога Есть уровень, который выражен как уровень развития То есть создания событий для постоянного решения возникающих ситуаций Любых И вот как сделать так, чтобы ситуации все-таки были не любыми А все-таки созидательными То есть меньше тратилось, да, на некое нормирование Чтобы не было там конфликтов, войн Так вот, когда мы духовно развиваемся в сторону вечного развития И знаем, что, значит, есть физическое тело И на Бога, которое вечно И это есть пример, как бы, и конкретный путь То мы понимаем, что здесь, естественно, тогда вечно душа Да, тем более дух и так далее И, в общем-то, тогда, получается, вечными являются любые элементы событий Так вот, когда мы это видим То здесь возникает единственный элемент Как бы, ну, возможного, что ли, дисбаланса Что много вечных путей развития, они все-таки индивидуальны И они чем дальше от человека Тем они больше, ну, имеют как бы волновой эффект Ну, длинная веревка, она больше болтается, да, а блюдо даже шире Так вот, приближение опять к физическому телу Единого Бога Это также решение проблемы при вечном развитии И приближение может, в принципе, проходить как по одному из вариантов В противном сознании Что каждый видит при определенном развитии физическое тело Единого Бога Но также и в личностном, ну, как бы, так как делается молитва Значит, это когда Единый Бог и конкретный человек И они друг напротив друга И это есть то, что есть начало создания То есть начало сознания совпадает с развитием, со следующим развитием человека Тогда получается, что Бог, он всегда нормирует То есть там не может быть неправильного пути То есть логика во что переводит это мышление Что чем более длинное развитие, да, тем более система адаптирована друг к другу Ну, простым таким пояснением Ну, действительно, если там одна группа людей находится всегда примерно рядом И занимается одними этими же примерно вопросами То они так или иначе когда-нибудь адаптируются И причем далеко не за вечное количество лет На каком-то интервале взаимного, да, соразвития И поэтому получается, что с точки зрения вечности Любой элемент адаптации это очень маленький промежуток Потому что любая конечная величина Это, в общем, по сравнению с вечности Это как бы, ну, крупинка, да, даже меньше Потом в минус бесконечно ходит И, следовательно, механизм взаимной адаптации Ну, там, конгеренности, правильности, отсутствие конфликтности В вечном развитии это, собственно говоря Как бы даже не предмет для размышления Потому что логически, если так происходит Я, в общем-то, постоянно логически сейчас развиваю модель Обратите внимание, постоянно, почти все время обработаю на логике То получается, что мы имеем развитие собственной души Как механизм по созданию ситуации То есть, получается, что душа, она постоянно создает какие-то ситуации Ну, может быть, там, в большей степени Души, которые знают вечно развитие Больше степени для разнообразия И получается, что элементом Для чего создавать разнообразие Да, ну, чтобы, например, там не было скучно Может быть, кому-то Значит, так вот, элементом Как бы взаимного Содействия является элемент Когда понятие разнообразия Ну, допустимо только в тот момент Когда все спасены То есть, искусственное движение душа В принципе Делать не может половить Тогда получается, что Вот это понятие разнообразия Это принцип, да, свободы воли И когда мы говорим о том, что Он, ну, как бы, подчинен задаче Минимального действия То мы видим, что Создатель, Бог Единый Он присутствует, ну, как бы В обычном разуме Человек, который стремится Сначала к спасению всех Что-то небо Хотя бы глобально уничтожим То есть, здесь Вот, понятие разнообразия То есть, следующего развития Понятие Истинное разнообразие Как бы, из чего черпать Да, события развить Когда человеку, например Интересно вечно развиваться То здесь Есть именно путь Где сказано, что спасение всех Это все-таки Процесс вечности Он, с учреждения там Просто прямого спасения Он может быть конечным То есть, из какое-то количество лет Не будет угрозы Глобального уничтожения За счет, например Воспроизводства Интеллектуального уровня человека Не будет угрозы там Внешнего уничтожения То есть, мир будет устойчив И так далее Но спасение Связанное именно В понятии Например Чувственно То есть, личностно То есть, когда Человек видит внутренний мир И создание другого человека Там морфологию Там вообще чувственный уровень Так же, как И на единый Бог Видит, например Другого Ну, может быть, не в той половине Хотя бы Соотносимо То получается, что Уже понятие спасения Относится Больше к тому Что человек создает На кого смотрит Например Один И что он другой создает То Он может создать Растительность Микромир Макромир Так вот Спасение уже Относится к следующему уровню И получается, что Задача просто Конвертируется По-другому выглядит Она выходит на более Высокий уровень Например Там Иисус После воскрешения Когда уже его физическое тело Было неуничтожимое У него возникнут Просто другие задачи Но опять же Спасение И получается Ну, уже локально К нему стали обращаться Люди Он уже стал спасать Так вот На прямом уровне Управления И поэтому получается Что Здесь Понятие Спасение Оно как бы Пролонгировано До тех времен Пока каждый элемент Реальности Не будет Обеспечена В вечном развитии По подобию Создателя И тогда получая Единого Бога Причем Поэтому получаешь Что вода Какие-то элементы Которые Не подобны Человеку По форме Они должны Получать Некий опыт Некие знания В момент Соприкосновения С телом Физическим Человеком Когда человек Пьет воду Значит Вода Как бы Учится Как потом В будущем Находиться В элементах Лечного развития Ну как 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 Золоток Чтобы Не разлейся Океана И получается Что Понятие Гравитации Находится Прежде всего В том Что есть Разум Воды Который Или там Пучь воды Земли И вообще Внешнего Который Фактически Где-то Уже Научен И он Находится В этой Фазе Потому что Это Есть Форма Разума И когда Мы Например Развиваем Дум Дальше Своё Духовное Развитие Делаем В плане Именно В общем-то Более Что-ли Общего Что-ли Анализа Более Общего Рассуждения То Мы видим Что Не только Человек Как В общем-то Просто Особенно Поподобие Которое В принципе Проще Чем Другим Элементам Реальность Но и Другие Элементы Реальности Развиваются С точки Тернии Логики К Единому Физическому Телу Бога То Мы Видим Что Как От Физического Тела Бога Единого И Как От Физического Тела Человек Следующего По Пути Единого Именно Бога Создается Реальность Почему Променовичная Реальность Такая Что Она Может Показать Путь Я Между Физическое То Что Относит Природа Не Именно Человек А Природа Хотя Можно Рассматривать Часть Природы Скажем В данном Случае Я говорю Что Человек Создающий Это Тот Кто Создает И Природу То Получается Что Здесь Внешний Элемент Реальности Таковы Что Единый Бог Он Вообще Говоря В физическом Теле Всегда Рядом Уже Через Духовное Восприятие Через Восприятие Души Кроме Логического Потому Что Я пока На логической Фазе Дела В основном Управления И Когда Мы Видим Восприятие Душой То В душе Принципе Приходим К тому Что Это И так Понятно И Вот Это Понятие И так Понятно Содержит У всех Людей Которым Понятно Что Да Всеобщее Воскрешение Это Естественно Понятно Где Это Вообще Реально Нет Вообще Проблем По сути Понятно Что Можно Лечиться От Заболевания Там Самостоятельно Но Если Время У Каждого Вкладывает Какое Время И так Далее Если Вкладывать То Точно Можно Заниматься Духовного Управления Всегда Можно Самозличество Или Просто Лучше Конечно Не Доводить Но Если Есть Некая Проблема То Получается Что Что Было Время Для Того Чтобы Уделять Просто Время Как Работе И Следовательно Естественно Понятно Когда Он Вкладывает Работу Вкладывает Познание Ведь Здесь Принцип Создания Мира И Принцип Спасения Если Видеть По Аналогии Как Делает Единый Бог То Это Как Просто Разовые Действия И Кстати Чтобы Не Было Иногда В том числе Глобальных Иногда Было Мгновенного Действия Управления В то Время Как Какое Мелкодействие Требует Постоянного Уровня Управления Часто И Это Говорит О том Что Чем Выше Развращение Чем Больше Берет Задач Чем Более Решаем Глобальные Задачи Поэтому Именно Взаимодействие С физическим Телом Единого Бога Это Все-таки Как Конкретная Конструкция Которая В управлении Как метод Управления Которая Дает Конкретные Техники О которых Я сейчас Рассудовал Так И Следование Все-таки В большей степени Часто Идеологическому Уровню Познания Мира С точки зрения Именно Макроспасения С точки зрения Вечного Развития То есть Это Надо На уровне Духа Души Видеть Как Идеологию Души Идеологию Духа Сочетание Этого Всего Дает Гармонию Спокойную Гармонию Дающую Именно Реальную Вечную Жизнь На этом Я Сегодня Семенар Заканчиваю Спасибо Большое За Внимание Продолжение следует... Продолжение следует...